8 уроков жизни. Читает Павел Беседин. Первое. Начинать с малого. Это нормально. Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей. Каждый мастер когда-то был любителем. Все мы начинаем с малого. Не пренебегайте малым. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха. Никто не может преуспеть всего за одну ночь. Успех приходит к тем, кто готов начать с малого и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин. Второе. Мысли материальны. Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете. Если человек говорит или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит. Чтобы правильно жить, нужно заполнить мозг правильными мыслями. Правильное мышление даст все, что пожелаете. Неправильное мышление – зло, которое в конце концов разрушит вас. Все проступки возникают из-за разума. Если разум изменится, останутся ли поступки? Третье. Простить. Сдерживать гнев в себе все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще. Но сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме, непрощение, вы освобождаете из этой тюрьмы сами себя. Вы никого не сможете подавлять, не подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее. Четвертое. Ваши поступки имеют значение. Чтобы развиться, вы должны действовать. Чтобы быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Слава для всех. Но познать ее смогут только те, кто постоянно действует. Пословица гласит. Бог дает каждой птице червя, но не бросает его в гнездо. Будда сказал. Я не верю в судьбу, которая сваливается на людей, когда они действуют. Но я верю в судьбу, которая сваливается на них, если они бездействуют. Пятое. Пытайтесь понять. Мы перестали бороться за правду. Мы начали бороться только за себя. Сперва попытайтесь понять. И лишь потом постарайтесь. Чтобы поняли вас. Вы должны приложить все свои силы, чтобы понять точку зрения другого человека. Выслушайте других. Поймите их точку зрения. И вы обретете спокойствие. Больше сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым. Шестое. Победите себя. Лучше победить себя, чем выиграть тысячу сражений. Тогда победа твоя, ее у тебя не смогут отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Чтобы победить себя, нужно победить свой разум. Вы должны контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете подумать. Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается. На что я отвечаю. Вы не можете запретить птице пролетать над вами. Но, несомненно, вы можете помешать ей свить гнездо у вас на голове. Седьмое. Живите в гармонии. Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может быть только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя от правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония – это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония – это мир в душе. И он начинается с вас. Восьмое. Будьте благодарны. Давайте устанем и поблагодарим за то, что если мы не учились много, то, по крайней мере, не потратили много времени. А если потеряли время, то, по крайней мере, не заболели. И если же заболели, то хотя бы не умерли. Всегда найдется что-то, за что стоит поблагодарить. Не будьте настолько пессимисты, что за минуту, даже в момент ссоры, вы не в состоянии осознать хотя бы десять вещей, за которые стоит быть благодарным. Но все смогли проснуться ли? Конечно же, не все утром. Вчера некоторые уснули в последний раз. Всегда есть что-то, за что стоит благодарить. Благодарное сердце сделает вас великим. Редактор субтитров А.Семкин